а здрасте всем друзья приветули мы продолжаем играть золотой колос и потиху уже близимся к концу это еще не конец но мы уже близко чем и сегодня друзья будем делать давайте посмотрим смотрите 37 поле у нас здесь есть дохренище пшенички и и соответственно нужно убрать для этого у нас есть суперский комбайн в общем он здесь будет работать также у нас есть шестое поле шестое седьмое объединенное здесь у нас тоже есть пшеничка и и тоже надо будет убрать вот так вот весело следом за шестым полем у нас есть теплички здесь в общем-то уже в 3 все созрело еще 3 еще не созрел точнее созрела но еще не убрано тут уже уборочка если можно конечно назвать это уборочкой 73 процента через пару часов в общем-то все будет чики-пуки есть у нас тут урожай клубнички урожай томатиков автоматы еще собираются еще не все собраны все это нам надо зачем правильно у нас взяты контракты у нас есть контракты на томаты на клубнику и на пшеницу клубника уже у нас собрано сколько надо его уже можно выполнять пшеницу мы будем собирать час в процессе но автоматы сейчас ждем созревание почтение созревания пока все это дело соберут но как я говорил уже все созрело также друзья у нас есть 12 13 14 поле в общем-то снова было отсюда вода понятная уж подумал что я воду забыл спустить в общем-то вода здесь спущена рис нужно убрать 14 поле остальные поля нужно перепахать короче не знаю полную обработку сделать все эти их буду уже с помощью более широкой силки чтобы все было чётенько так что куча валеронов будет сегодня задействована будет суме работать еще друзья у нас есть овчарня на овчарне с одной стороны все хорошо а с другой стороны не очень потому что вот эти вот самые овечки они уже сука старые давайте откроем меню и мы видим что 544 из них уже старые изначально должно было бы 700 но там несколько штук сдохло но они нам тут трохи наплодили конечно с ними в общем-то надо что-то делать и в принципе их можно продать насколько я знаю а можно на мясокомбинат пустить и сделать из них шашлык точнее можно их там на пельмени пустить на плов и так далее сегодня мы это трогать не будем я еще обмозгую что с этим нужно делать и скорее всего на недельки если вы хотите а вы хотите мы короче это самое с евлампием куда-нибудь их повозим потому что валероны этого сделать не смогут одного мне будет впадлу в общем-то покатаемся поболтаем и может быть возьмем даже новых овечек может быть и нет плюс там надо будет позаниматься взять новых контракте к в себе семян купить в общем то опять все запланировать это все дело можно будет лихо провернуть на стриме например в среду короче будет весело а пока что тогда погнали заниматься тем чем мы сегодня планировали заниматься первыми друзья у нас поедут работать конечно же наш new holland который будет убирать шестое поле она ближе к базе в общем-то пускай убирает и вот этот замечательный ман будет ему в этом деле помогать он только какой-то грязненький трохи да ну да ладно ничего страшного комбайн чистый а ман грязная должно быть с точностью наоборот ладно мы как-нибудь сможем с этим жить оставляем этих ребят в покое они должны будут справиться без нас а вы перемещаемся на нашу рисовую ферму здесь у нас есть ангар где стоят всякие трактора классные в общем-то этих ребят тоже можно запускать в работу единственное надо посмотреть у нас что по вспашки я наверно хочу перепахать все это прям точно нас требуется вспашка на двенадцатом тринадцатом поле 12 13 удобрены в общем-то можно просто пахать и сеять и все будет нормально поэтому давай дружище вот тебя мы возьмем на пахоту только плуг у нас остался на базе да да ладно поехал я значится за плугом и вспомнил что у нас есть вот такая вот штука вспомнила я правда когда ангар открыл и увидел этот самый плуг джимбо так что сейчас мы поставим сюда вальтру и она нам все сейчас тут мигом перепашет и намного шире чем тот наш старенький маленький плуг ну и ладно в общем то пускай работает пускай пашет потом будем это самое все сеять уже в раз но что тут еще осталось работенка на рисовой ферме нам надо еще поле убрать поэтому погнали за комбайном можно кстати еще поставить на всякий случай закультивировать сразу же он мтш к есть культиватор потянет да ладно потом не знаю может и не надо погнали поставим комбайн единственное я человек жадный у нас там на тринадцатом поле почему-то одна полосочка проросла и у меня почему-то есть какое-то желание ее убрать не знаю зачем там будет действительно просто пять литров этого самого этого риса раз уж он у нас есть почему бы его не убрать не знаю откуда во мне эта жадность вся ой лучше так не делать самом деле комбайна пришел бы кирдык хорошо что у нас это просто игрушечка мы можем заниматься всякой дичью надеюсь он хоть созрел может я воду еще раньше спустил знаете такое тоже бывает вообще без понятия зачем мне эти 200 литров риса ну да ладно собрали и собрали лучше собрать и чтобы он у нас был чем не собрать и перепахать его в землю и потом жалеть об этом то знаете так иногда случается лучше сделать и жалеть чем не сделать и жалеть вот девиз по жизни я на самом деле действительно советую вам придерживаться такой позиции такой политики партии этот товарищ у нас соответственно тоже поехал работать и надо ему какую-нибудь другого товарища дать в помощь например хорли мана который у нас всегда работает с прицепчиками у нас товарищ который ездит ездит и немало жалко вот нету этого мода который был в 19 ферме у меня который одометр показывает потому что мне интересно сколько эти ребята наездили уже моточасы есть но опять-таки мы покупали технику бушную 97 часов у нас отъездил но это не у нас я не помню сколько в первой серии у него было то ли 30 часов то ли 60 но не суть важно это на самом деле не важно это товарищи мы тоже отпускаем работать он в общем-то знает куда ему ездить с кем ему ездить и вроде как у них должно быть все хорошо погнали еще посмотрим на шестое поле чё там они успели сделать пока я тут с этими ребятами разгребался потому что возможно они уже что-то даже и успели убрать да не густо хотя нормально слушайте почти пол поля если не пол поля конечно нормально молодцы красавчики скоро можно будет ставить удобрять все это дело ну да ладно погнали разберемся с нашими контрактами у нас есть некоторые проблемки что у нас клубничка у нас тут клубничка это здорово клубничку я люблю проблемка друзья в том что у нас закрыты же до пути до сих пор и еще 13 часов они будут закрыты а если мы откроем контракт увидим что один контракт истекает через десять часов и это томаты в порт на самом деле если бы поезд стоял прямо здесь это не вызвало бы никаких проблем потому что запрещен по сути дела выезд на на магистраль запрещен 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 до выезд запрещен что я хотел сказать запрещено неважно но так как поезд наш остался стоять на элеваторе то соответственно мы в дерьме и поэтому эти самые томаты 419 кубов нам придется возить сраным уралом как в прошлый раз я заниматься такой дичью не буду в общем то запустим валерона наверное да ну а что еще делать все равно придется я честно думал о том чтобы купить большой прицеп но что-то думал думал и подумал что пока что нам не надо я действительно хочу сделать одну очень большую покупку все равно у нас работает валерон он без проблем справиться с этим всем я в этом не сомневаюсь просто чуть больше времени уйдет как чуть в два раза больше думаю никаких проблем не будет короче загружаем валерона и все еще раз по поводу но декоративно декоративно Продолжение следует... 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 Продолжение следует...